За январь-октябрь 2020 года отделы ЗАГС Башкирии зарегистрировали более 34 тысяч рождений и свыше 47 тысяч смертей. Об этом сообщается на сайте Башстата. Также по данным статистиков, в республике зафиксировано около 17 тысяч браков и порядка 12 тысяч разводов. Столь удручающую картину мы попросили прокомментировать социолога Николая Пахомова. На самом деле, на самом деле, обстановка, конечно, очень сложная с демографией. Я бы даже сказал, даже не сложная, а трагическая. И это по всей России так, а Башкирия, конечно, не исключение. Вот по данным нашего статистического управления, за 10 месяцев в Башкирии родилось 34 тысячи человек, а умерло 47 тысяч. 47 тысяч. Вы представляете, на 13 тысяч смертность превышает рождаемость. 13 тысяч. Это только за данные пока за 10 месяцев. Я думаю, что к концу года умрет еще сколько-то тысяч человек. В итоге мы где-то потеряем в общей сложности 1015. Что такое 15 тысяч для Башкирии? У нас где-то 5-6 городов, которые имеют примерно такую же численность населения. То есть, вот 15 тысяч, 15 тысяч, это, скажем, город Межигорья. Да, там, ну, чуть меньше 15 тысяч. И вот вы можете себе представить, что в течение года Межигорья полностью вымерло. Просто нет такого города. Или, ну, мы там возьмем, допустим, Чимши. Там, ну, немного больше населения, 22 тысячи там. Ну, тоже можно себе представить, что где-то там за год с лишним этот город вымер. И вот если так взять, скажем, на перспективу, то да, действительно, получается, что вот в 2000 году вымерло Межигорья. На следующий год там вымерет, допустим, Баймак. Еще через год вымерет Агидель, где сегодня проживает 14 тысяч там с небольшим жителем. И к 2014 году там Приютово вымерет, где сегодня 18 тысяч населения. Ну, и вот такая тенденция, мы же видим, что она никоим образом не изменяется. И наоборот, с каждым годом она становится все хуже и хуже. Хотя вот странно то, что и наши тут правительства, и местные, и, так сказать, высшее руководство как-то стараются уходить от этого вопроса, не акцентировать внимание. И, дескать, даже вот наши тут местные делают вид, что у нас, мол, не так все плохо. Вы посмотрите, что делается там в других областях, в том же, той же Нижегородской области, о которой недавно вспоминал даже Путин и встречался с губернатором Новгородской области. Все пытался там выяснить, почему же у них такая большая смертность, а Новгородская область занимает первое место в России по убыли населения. Ну, вот так вот, вот вымираем, так сказать, спасибо, спасибо партии за это. Мы знаем, какая партия руководит у нас в России. Так что, ничего лучшего, конечно, не предвидится. И еще раз повторюсь, демография ужасная, и с каждым годом она, да даже не с каждым годом она ухудшается буквально с каждым месяцем, с каждым днем. Тем более сейчас на фоне этой пандемии, коронавируса, ну, вообще-то уши свет. То есть, ну, страна вымирает, что вы хотите. Но гудук есть. И мы попробуем набрать службу. Считывая службу по реагированию в чрезвычайных ситуациях. Дежурная служба МЧС. Алло. Здравствуйте. Скажите, это служба МЧС? Очень приятно. Скажите, пожалуйста, а вы можете помочь? Это ЧС разве бегает или что у вас? Ну, помочь, ну, помочь, ну, всем нам. Не, я не шучаю, серьезно говорю. Я говорю из деревни, в которой нет ни одного жителя. Вот как помочь? Алло. Ну и наоборот. Да нет, я... Странным показался мой вопрос. Ладно. МИЛИЦИЯ. Алло. Дежурная служба МЧС. Да, товарищ старшительный, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы выезжаете в каких случаях на происшествие? Простите, вы расскажите, подробнее. Нет, знаете, что произошло? Произошло то, что померла... Да нет, ну, деревню русская была. Я не пьяный. Алло. Скорая, помогите, а? Я работаю. Можете помочь? Да всем помочь. Мне, вам, себе. Помочь надо всем, потому что умирает русская деревня. Больной? Нет, это не я больной. А вот то, что мы об этом говорим сейчас, вот это и есть болезнь. Да, Алло? Так, ну, я не дуракал. Ну, извините. Так, ну, я не дуракал. Так, ну, я, не дуракал. Продолжение следует...